Многие люди на вопросы о Боге отвечают так, зачем обсуждать то, существование чего нельзя ни доказать, ни опровергнуть логически. Действительно нельзя, однако каждый внутри себя ответ все-таки дает, и последствия этого ответа простираются на всю его жизнь. На отношение к Богу серьезно влияет среда, в которой растет человек. В обществе атеистов большинство детей становится атеистами, в обществе верующих в Бога – верующими в Бога, в обществе агностиков – агностиками и так далее. Некоторые атеисты считают свою позицию наиболее конструктивной, так как они якобы не верят в то, что невозможно доказать. Однако они верят в отсутствие Бога, которое также никем не доказано. А агностики верят в невозможность познания Бога, и это тоже никем не доказано. То есть вопрос не в том, чтобы верить или не верить, а в том, во что верить. В окружающем нас мире можно увидеть иерархию интеллекта – минеральный мир, растительный мир, животный мир, человек. Интеллект ниже стоящего уровня не может полностью понять вышестоящий. Капуста не сможет понять, что такое коза, и когда коза ест капусту, для последней это необъяснимое вмешательство с высшего уровня. Также коза не сможет понять, что такое человек, но есть ли у нее основания считать, что на ней иерархия интеллекта заканчивается? И есть ли такие основания у человека? В мире чем более сложна система, тем более мощный интеллект требуется для ее построения. Для переноса палочки к муравейнику – интеллект одной мощности. Для построения птичьего гнезда – мощнее. Для собирания детского конструктора – еще мощнее. Для проектирования МКС – еще мощнее. Этот принцип универсален для систем любого масштаба. Так почему же мы считаем, что наиболее сложная из всех известных нам систем – Вселенная – спроектирована и управляется без участия наивысшего интеллекта? Не является ли это нарушением логики? От ответа на этот вопрос будет зависеть наша жизнь. Если мы будем верить, что иерархия интеллекта заканчивается на человеке, или что Вселенная создана без участия высшего разума, то жизнь вряд ли имеет смысл. Она может быть внезапно прервана, и волочить свое бессмысленное существование можно как угодно. Результат один. Если мы будем верить, что иерархия интеллекта продолжается и над человеком, то у иерархически наивысшего архитектора есть замысел, по которому развивается его творение. Хороший архитектор обязательно наделяет каждый элемент системы, включая человека, и целями, и средствами к их достижению. А поскольку человеку дан интеллект и свобода выбора, то он может самостоятельно определить свои цели и наполнить жизнь смыслом их реализации. Если жизненные цели и средства определены человеком в гармонии с собой, обществом и мирозданием, и человек имеет волю к их достижению, то цели будут реализовываться. Вопрос лишь в доверии иерархически высшему интеллекту. Доверии в том, что предоставленные им потенциал и возможности отвечают нашим личным добрым стремлениям. Все, что свершается, свершается наилучшим возможным образом при той нравственности и этике, что свойственны людям. Путь промысла его неведом потому, что вера есть в него, но веры нет ему. Кто же ты, человек? Великое существо с безграничными возможностями, в реальности часто влачащее рабское существование, малопохожее на жизнь. Существо, одаренное великим интеллектом, тратящее его в лучшем случае на создание новых видов смертоносного оружия или компьютерных вирусов, а в худшем – не использующее интеллект вообще. Хотя кто сможет точно сказать, что здесь лучшее, а что худшее? Существо, одаренное великой силой чувств, эмоций и переживаний, в реальности использующее лишь крохи этой огромной палитры, причем больше темной краски. Существо, способное любить, награжденное огромной силой, в реальности тратящее эту силу на насилие, на бессмысленные войны и не использующее ее тогда, когда она действительно нужна. Существо, зачастую не знающее своего пути и блуждающее по жизни с закрытыми глазами, порой боясь их открыть и страха увидеть то, чего не хочется видеть. Людей, которые делают шаг вперед, мы называем талантами. А несколько шагов – гениями и великими. Мы соглашаемся с тем, что используем свои возможности на несколько жалких процентов и ничего не делаем с тем, чтобы сделать эти несколько шагов и присоединиться к тем, кого мы называем гениями и великими людьми. Мы охотно называем человека, изрекающего мудрые и глубокие мысли, мудрецом, овладеющего силой – воином. Порой забывая о том, что каждый из нас – и мудрец, и воин в своем собственном мире, в своей личной вселенной. Мы потеряли себя в блеске огней больших городов, в тихой рутине сельских будней, заперли себя в крепости одиночества и выбросили ключи. Те, кто вырвался на свободу из своих крепостей или просто осознал, что эти крепости – плод наших иллюзий и страхов, стали теми, кого мы называем просветленными. Тогда можно сказать, что мы все в шаге от просветления. Достаточно лишь найти ключи от своей крепости и открыть двери. Продолжение следует...